И вот Христос им рассказывает, в чем причина, и дальше приводит такую очень интересную притчу, коротенькую, в один стих. Никто не вливает молодого вина в мехи ветки, иначе молодое вино порвет в мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое, надо вливать в мехи новые. В общем, все неинтересно, так и как бы банально. Но давайте порассуждаем, что такое мехи, о которой я прислуживаю, что это за сооружение, конструкция. Кто знает, что такое мехи? Ну, енкость, типа баклажки. Да, баклажки, из чего? Из кожи, да. То есть мехи это бурдюк, если вот в более таком нашем словаре. То есть это бурдюк, обычно это из кожи, из кожи животных делался. Хорошо. И вот Христос говорит, не вливают вино новые в бурдюк старый. Ну вот, представьте, бурдюк, вы вливаете туда виноградный сок. Чопикам закрываете и ставите под кровать, чтобы... Не знаю, смотря какие технологии были. Да, да, вот богословы тут уже умничают. Да, вы знаете, тут дело в том, что, опять же, мы этот текст воспринимаем слишком так примитивно. Я вот помню, когда в начале нашей семейной карьеры жена консервировала, и она очень это дело любила, но еще и толком не сильно умела. И, конечно, консервация, как у многих, стояла под кроватью, вот, и ночью я был разбужен. Стрельбой. Да. Я не мог понять, где стреляют, что вообще происходит. Да, ну было очень так, знаете, я на всю жизнь запомнил, да, вот, как банки начали стрелять ночью. Да, поэтому, смотрите, если вы берете бурдюк, наливаете туда сок винога и закрываете, он обязательно запомнил, он обязательно выстроит. Новый бурдюк, старый бурдюк, не имеет значения. Поэтому, о чем тут говорится? Бакиоки в своей книге написал такой интересный момент, что здесь говорится о рецепте виноградного, как бы так сказать, даже он больше похож на сироп, который настоян на травах. Когда его заливают в бурдюк горячим, то оно сохраняется очень долго, оно могло годами сохраняется. Поэтому, когда в Библии речь говорится о вине, это не всегда алкогольная вина. Очень многие говорят, что не было технологии сохранения безалкогольного вина. Вот вам текст, пожалуйста, который говорит, что была такая технология, заливаешь в бурдюк, и оно не взрывается. Вот только бурдюк надо какой-то. Новый. Новый. А почему новый, почему нельзя старый бурдюк? Потому что старому же есть дрожь. Да, то есть, опять же, бурдюк это не наша стеклянная банка, которую можно помыть, выварить, вычистить, пропарить, и она будет... Вот представьте, кожаный бурдюк. Там был сок когда-то, потом этот сок достали, и потом этот сок опять туда наливать. Что там уже происходит? Брожение. Да, брожение. Да, поэтому бурдюк использовался обычно только один раз. То есть, он новый, заливали туда горячий сок или как бы сироп, и он сохранялся десятилетиями. Если его выливали, бурдюк уже не мог применяться для того, чтобы сохранять другое вину. Во-первых, там его нельзя было вымыть, этот бурдюк, то есть, туда нельзя было... Вот. Никаких средств тоже дезинфекции, кроме кипячения, не было. В-третьих, бурдюк это кожа. Вы понимаете, что любая кожа, она, насколько бы она плотная не была, со временем она трескается, и начинается контакт с воздухом. То есть, как бы там ни было, воздух туда попадает. Поэтому, когда уже бурдюк, ну, возраст, скажем так, он в трещинах, и там ничего нельзя сохранить. Вот. Ну, то есть, это технология. Итак, давайте вернемся к технологии. То есть, берется новый бурдюк, заливается туда кипяток, вот этот сок с травами, концентрированный, закрывается, он так хранится годами. А травы для чего можно спросить? Они давали запах. Да, есть травы, которые давали запах, есть травы, которые не давали бродить, типа консервации. Но говорят, что рецепт на сегодняшний день вот этого потерян. Говорят, что были такие бурдюки, которые не то, что там год, два, три, десятилетиями сохранялись вот в таком состоянии. Да, ну, рецепт потерян. Поэтому, смотрите, новый бурдюк, заливаешь туда новое вино, закрываешь, держится. Старый бурдюк, заливаешь туда новое вино, оно пахает. Вот, ну, это технология. Почему Христос ее использовал, когда он говорил о фарисеях, о своем учении? Как вы думаете, что такое тогда бурдюк в духовном смысле слова? И что такое вино, которое туда надо заливать? Какие версии у вас, пока Влад вышел? Бурдюк – это человека, вино – это духовное учение. Бурдюк – это, ну, скажем так, сердце человеческое, правильно? Потому что бурдюк – это человек, как-то, ну, добитый звучит. Да, бурдюк – это человеческое сердце, а вино – это учение. И вот Христос говорит, чтобы учение Иисуса попало в сердце человека, нужно не только новое учение, но и что нужно? Новое сердце. Новое сердце. Хорошо, давайте мы пофилософствуем. Что будет, если в старое сердце влить новое учение Иисуса Христа? Какой будет эффект? По словам Христа. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино порвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, и вино молодое надо. Что будет, если ветхого человека вложить учение Иисуса Христа? Он не даст вода. Не даст вода. Ну, давайте ближе к бурдюкам вернемся. Погибнет. Кто погибнет? Кто погибнет? А с учением что-то? Тоже погибнет. Тоже погибнет. Хорошо, могли бы вы практический пример придумать, ипотетически, может, на практике, когда ветхого человека вливают новое учение, и из этого получается такую корову, что просто на уховате. У фарисеев было сердце старое, а они пытались. Я вам расскажу такую историю об одном человеке. Когда-то я еще не ходил в церковь, ну как, я ходил в церковь, но я не был членом церкви. Это буквально был там четвертый или пятый раз, и был один парень, который тоже ходил в церковь, он уже был членом церкви. Ну, такой странный, я его еще знал, еще когда в мире был, он и в мире был такой, знаете, странный. Вот, и как-то так получилось, что мы вместе с ним идем в церковь, утром, в субботу. Я же говорю, я только вот, ну, верующий, так сказать, ну, может, раза четыре. Мне все еще интересно, вот, и мы идем, и он говорит, слушай, а ты свинину еще ешь? Я говорю, а, ема что ли? Ты шо? Ты шо? Нельзя? Я говорю, как он? Я говорю, ничего мне никто не говорил. Так вот, в Библии написано, что нельзя. Я говорю, у нас чего-то нельзя-то? Как ты не знаешь, Христос свиней вогнал бесов. Теперь свинину есть нельзя. А я уже немножко был так упакован, и я говорю, слушай, так там вроде они все утонули. Он говорит, не все. Вы знаете, я шел-шел в церковь, и я думаю, я не пойду туда. Это просто собрание каких-то, знаете, ненормальных людей. Да, и я дошел в церковь в тот день, я это четко помню, только из-за своей противности. Я хотел прийти и показать им всем. Вот, смотрите, они все утонули. Что вы тут верите во всякую чему? То есть, что бывает, когда учение вливается в ветхие мечи? То есть, когда человек начинает жить по учению Христа, при этом его мысли, побуждения, желания остаются все ветхими. Когда он начинает проповедовать Христа, но его личная жизнь, она такая же ветхая, как и раньше. И Христос говорит, что произойдет? Во-первых, хлопнет этот гурбик, вино испортится. Поэтому, почему у нас в церкви так много всяких, знаете, искажений, неправильных пониманий, какого-то там фарисейства, или наоборот, либерализма, каких-то там вычурных идей, там, типа, гумная суббота, или там еще что-нибудь. Это все только по одной причине. Это по причине того, чтобы вот это хорошее, драгоценное вино учения Христа скисло. Его нельзя пить, потому что ты отравишься. А оно скисло только по одной причине. Знаете, по-моему? Потому что человек, который его принял, он не изменился. Я вам откровенно скажу. 99% всех ересей, всех отступлений, всех расколов церковных, это только одна причина. Учение скисло, потому что человек, который это учение принял, он не поменялся. 99% людей, которые продвигают какие-то ереси, это люди, которые не возрождены. Это гордецы, эгоисты, те, которые хотят занять свое положение, те, которые хотят кого-то контролировать, кем-то командовать, что-то управлять. То есть 99% людей, которые эти ереси разносят, это люди с неизмененным сердцем, на самом деле. Из всех людей, кого я видел, за свою практику, может, я не так уж, и большая у меня практика, всего 20 лет. Так вот, за 20 лет я не встретил ни одного человека, ну, может, так получилось, может, такие люди есть, я не говорю, что их нет. Я не встретил ни одного человека, который ушел из церкви только из-за доктринальных вопросов. То есть, вот он читал Библию, и вот он понял, что да, вот Господь открыл ему, а мы вот неправы, и он пошел. Все, кто выходили, они выходили как? У них вот это, вихи ветхие, они туда заливают вино, оно сбраживается, они говорят, вот, а вот там то, а вот там... И они это говорят не потому, что оно там так, а потому, что оно уже перебродило. То, что они рассказывают уже, это совсем не то, что там написано. Это уже совсем другое написано, которое бьет в голову, которое обвиняет, которое доводит человека до безумия. И ничего хорошего я не видел никогда в этих отделениях. Я был знаком с разными людьми, которые уходили и по одному, и группами. У меня были друзья из среди реформистов, я к ним ходил в гости, как к себе домой. Еще раз повторю, любое отступление, это только из-за одной причины, что необращенное сердце, плюс учение Иисуса Христа, и происходит вот такая кашина. Поэтому, дорогие друзья, какой выход из этой ситуации? Два варианта. Если ваш бурдюг стар, не вливайте туда вино. Ну, и если вы хотите ввелить вино новое, то вам что? Новое бурдюг. Ну, поэтому, два варианта. Или не читайте Библию, еще бы чего хуже не произошло. Или если вы уже взялись читать Библию, то будьте готовы на то, что Бог будет менять и ваше сердце. То есть нельзя где-то вот так зависнуть наполовину, чтобы и там, и там. Потому что произойдет взрыв, и будет еще хуже. Поэтому Библия говорит, что есть люди, которые были с нами, ушли, и с ними еще произошло хуже, и лучше бы они не знали. Поэтому подумайте о том, какая ответственность лежит на человеке, который пытается понять то, что написано. А, скажешь А, обязательно надо говорить Б. Захочешь принять эту истину, эту вину, надо менять свой характер, надо менять свое сердце, надо менять свои побуждения. Если этого не сделать, то будет просто в вашей жизни и в жизни ваших окружающих. Есть, может, вопросы какие-то по этой коротенькой притче в один стих. Хорошо, поэтому я вам желаю, чтобы новое вино вливалось в ваши новые меха и бурдюки. Чтобы мы были хорошими бурдюками. Хорошо, я вас приглашаю к молитве.